Продолжение следует... 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 возможность обсуждения экспертных тем с коллегами из различных стран и выстраивание партнерских отношений. Рабочий язык встреч английский. Здравствуйте, я Татьяна Шевченко и я кулирую проекты, направленные на поддержку и развитие инициативной энергии. Гильдия постоянно развивается и для экспертной поддержки наших проектов присутствуют экспертные советы. Экспертные советы это проект, который был запущен по запросу самих членов Гильдии. Мы все знаем, как важно для профессионального развития получать связь от более опытных коллег и как приятно иметь возможность поделиться собственным значимым опытом. Экспертный совет это объединение профессионалов в той или иной сфере. Уже запущены 8 экспертных советов, которые не только поддерживают существующие проекты Гильдии, но и создают свои. К тому же для членов экспертных советов действуют специальные, более выгодные условия участия в некоторых сборниках и альманахах. Членам Гильдии, которые постоянно вносят исключительную вклад в ее развитие самыми разными способами, может быть присвоено почетное звание Хранителя. Совет Хранителя Гильдии был создан в 2019 году в образу Палаты Лорда в Великобритании, куда входят люди, имеющие общественное признание и авторитет. Хранители представляют интересы и ценности Гильдии по всему миру и имеют приоритет при обращении во все структуры Гильдии, в том числе личных и председателей. Для творческого общения даже в условиях закрытых границ мы приглашаем всех в еженедельные онлайн-встречи на платформе Zoom. Формат проекта онлайн-встречи Zoom дает каждому желающему высказаться, поделиться своими проектами, познакомиться с новыми креативными людьми и найти партнеров для коллаборации. Этот новый для Гильдии формат позволил нам объединить творческих людей из самых разных уголков мира. Теперь больше не нужно ждать очень встреч, чтобы почувствовать себя частью сообщества и поделиться своим творческим опытом. Мы рады всем и открыты для сотрудничества, поэтому вы можете в любое время связаться с нами по контактным данным, которые указаны сейчас на экране. Ну что ж, я думаю, мы будем начинать. И я сейчас с большим удовольствием передаю слово своей коллеге. Милена, пожалуйста. Хочу поприветствовать каждого из вас. Всем добрый день и здравствуйте. Меня зовут Милена, я являюсь стажером и членом Евразийской творческой гильдии. И сегодня я буду администрировать Zoom. Как администратор я хотела бы озвучить наши правила. В рамках открытого микрофона каждый из вас может выступить после выступления наших прекрасных экспертов. Вам будут 25 минут. Если вы хотите выступить, то пишите к нам в чат, и по очереди вы сможете выступать. И также просим вас держать микрофоны выключенными и не включать демонстрацию экрана, если до вас не дошла очередь. Просим не нарушать правила. И давайте начинать нашу встречу. Хочу передать слово для начала нашему вице-председателю Марату Ахмеджанову. Марат Исмаилович, вы здесь? Нет, не учение. Чуть позже, возможно. Хорошо. Если нет Марата Ахмеджанова, то сегодня у нас должна была модерировать встречу наш эксперт по бизнес-тренерству Елена Безрукова, но, к сожалению, она не сможет выступить лично. Но она прислала нам видео. Давайте посмотрим. Девушки являются предпринимателем, делиться всем, что мы знаем. Добрый день, дорогие друзья. Я Елена Безрукова, председатель экспертного совета бизнес-тренеров нашей Евразийской творческой гильдии. От души вас приветствую на этой Zoom-встрече. К сожалению, лично не смогу присутствовать с вами, но обязательно посмотрю все в записи. Я уверена, что мой заместитель Геннадий Горовой, шикарный поэт, блестящий оратор и хороший человек, проведет данную встречу достойно. Тема встречи – творческие люди и деньги. Эту тему нам предложила Татьяна Шевченко, член исполкома. Татьяна нам подсказала, что многим членам гильдии эта тема требуется, и требуется просто хотя бы поговорить о том, что эти вопросы волнуют каждого из нас. Да, на самом деле тема денег очень пикантная, и во многих странах даже считается неприличным задавать подобные вопросы, вопросы о деньгах. Но мы же должны как-то учиться. Профессия бизнес-тренера призывает нас, тренеров, делиться всем, что мы знаем. И для нас нет запретных тем, почти как для врачей. Наши спикеры Евгения Сихимбаева и Анастасия Ковалева не понаслышке знают, что такое деньги и как их зарабатывать. Помимо того, что они прекрасные, творческие, талантливые люди, делают интереснейшие творческие проекты, девушки являются предпринимателями. Они известны не только на территории Казахстана, но и широко за его пределами. И они поделятся, как же подвести материальную основу под наши творческие проекты. Дальше, дорогие участники, у меня к вам большая просьба. После того, как будет пост размещен на странице гильдии, когда мы закончим эту встречу, напишите в ваши комментарии, понравилось, не понравилось, было ли полезно поднимать нам дальше эту тему денег или будем дальше о ней молчать, или предложить другие варианты, что вас интересует, чтобы мы, как экспертный совет тренеров, могли уже дальше строить следующие встречи, мастер-классы, тренинги, которые будем проводить как лично, так и онлайн. Я желаю вам, всем, дорогие друзья, прекрасного и полезного времяпрепровождения, здоровья вам и вашим близким, счастья и процветания. До встречи! Итак, мы послушали нашу прекрасную Елену Безрукову, и, то есть, повторяю я слова, передаю слово нашему прекрасному члену Евразийской Творческой Гильдии Геннадию Горовой. Геннадий, вам слово. Всем привет, дорогие друзья и милые подружки. К сожалению, наша Елена не может участвовать по техническим причинам, поэтому я беру слово. На данный момент у нас очень интересная тема, тема экспертного совета по бизнес-тренерству. То есть бизнес-тренер в основном это бизнес, как помочь человеку, успех в бизнесе, успех, так сказать, ну, соединить, опять же, бизнес и личную жизнь и так далее, и достичь максимума в своей жизни, насколько это возможно. Но большинство членов Гильдии все-таки это творческие люди, писатели, поэты и так далее. И я сейчас вспомнил детский фильм, хороший, добрый фильм из детства, «Приключения из электроника». Помните? «Давайте будем нести искусство людям, берут они охотно старинные полотна». То есть полотна и все, что связано, действительно, с культурой, с искусством и так далее, это стоит огромных-огромных денег. То есть не надо бояться этих денег, ничего плохого в деньгах нет. То есть деньги – это как скальпель-хирурга. Скальпель-хирурга, то есть можно человека убить, можно человека спасти. И если человек умеет общаться, обращаться с деньгами, то он может помочь огромному количеству людей, он может спасти огромное количество людей и так далее, и так далее. И на данный момент я представляю двух чудесных девушек, которые знают, что такое деньги, знают, что такое большие деньги и достигли огромного успеха уже в своей жизни. Секундочку. Я представляю Евгению Сихимбаеву. Это кадровый дипломат в запасе, предприниматель, поэт, писательница, издательница, женщина, которая в бизнесе уже с 92-го года. То есть огромное количество десятилетий в бизнесе, в большом, в ярком, интересная личность, интересный человек. Она умеет монетизировать. И те вещи, что для нас на уровне теории, она превосходно знает, что делать и как действительно искусство превращать в деньги. Женечка, пожалуйста, с огромным удовольствием представляю. Геннадий, друзья, здравствуйте. Я надеюсь, меня хорошо видно. Если меня видно и слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, чтобы я понимала, что все окей, и я могу начинать. Так, отлично, я вижу плюсики. Здорово. Спасибо. Итак, дорогие друзья, я рада начинать. Вообще, я думала, что Анастасия начинает. Ну что ж, хорошо, начну я. С Анастасией вообще мы знакомы давно. Мы связаны любовью к иностранным языкам. Так что мне было особенно приятно узнать, что она сегодня так же выступает. Для меня это прям как будто бы я вместе с любимой подругой, для любимых друзей предлагаю что-то очень приятное посмотреть, сделать. Я очень рада. Я готовилась с большим удовольствием к нашей встрече. Вы сейчас увидите, как будет открыта моя презентация. Спасибо большое администратору нашей встречи. Если можно, пожалуйста, сделайте так, чтобы показывалось по одному слайду. Если это возможно. Если нет, то оставим так. Спасибо. Так лучше. Отлично. Итак, творческие люди и деньги. Вы знаете, когда я начинала эту презентацию готовить, вообще думала о том, что я буду говорить, как я хочу выступить, что я хочу донести, какую главную идею. Я просто начала думать о том, что вообще что такое творчество. Знаете, мне казалось это таким вопросом, в котором все-таки есть, что еще изучить. Оказывается, чего-то и я не знала в этом моменте. Хотя я думала, что я такой творческий человек, я люблю петь, танцевать. Это тоже творчество, оказывается. Я люблю писать книги, это творчество и так далее, так далее, так далее. И вот знаете, за всю мою жизнь, до всего момента, мне 42, я поняла, что да, действительно, во всем, что нам кажется, мы очень хорошо знаем, всегда можно найти что-то новое, неизведанное и очень интересное. Ну и, как видите, сейчас кадр, немного обо мне. Фото было сделано несколько месяцев назад в Москве, в Слесной. Получается, что даже, может быть, полгода прошло, да. Действительно, да, я бывший дипломат. Сейчас я в Западе, чисто из месяцев с иностранных дел Республики Казахстан. Дипломатический пожизненный ранг это шеф. Также я очень давно предприниматель. Я очень люблю заниматься бизнесом. Это по-настоящему интересная для меня игра. Кстати, у нас сегодня будет музыкальное сопровождение. Я сейчас в кафе, в котором люблю проводить время. Здесь есть книги, картины, здесь есть вкусная еда, уютно. Поэтому я решила сделать сегодня здесь. Но у них музыка почему-то громче, чем обычно. Вот такие дела. Ну что ж, это все равно, скажем так, фоновая музыка. Я надеюсь, что она будет все равно не заглушать то, что я буду говорить. Итак, то, что касается творческих проектов моих, да, здесь речь идет, ребята, о чем угодно. От музыки до написания песен, книг, еще чего-то, да. То есть я выпускаю книги, сейчас готовлю несколько книг, пишу сама либо в завтраке. И это всегда очень интересно. И понятное дело, я задумалась, что такое творческие люди и деньги, как они связаны, да, эти два понятия. И вообще, что такое творчество. И вот я посмотрела, значение слова творчество. Оказывается, это деятельность, которая направлена на создание духовных и материальных ценностей. Это создание новых проектов на основе оригинальных идей или замыслов. А также результат того, что было создано. Вот в итоге этой деятельности что-то было создано. И вот это и есть результат творчества. Само творчество – это и ваза, и книга, и картина, если я правильно понимаю данное определение. И даже блюдо какое-то вкусное, тортик – это может быть ожерелье, красивое кольцо, созданное ювелиром. Все это творчество. И даже ваша компания, если вы предприниматель, это творчество, потому что вы направляли свои силы души, скажем так, свои способности, свои мечты. Вы направляли все свои фибры души на создание чего-то. Даже если, предположим, человек является президентом страны, то, как я вижу, страна, в которой очень приятно жить, это тоже его творчество, его команды. И потому какая страна, можно судить о том, кто ей управляет. Так? Ну что ж, отойдем подальше от политики, которая особо горяча в наше время. Поэтому я думаю, что все-таки оставим за собой творчество, которое ближе нам. Мы члены Евразийской творческой гильдии, да, большинство из нас. И я, например, не первый год, и мне очень нравится, я очень благодарна Марату Исмаиловичу за создание такой организации. Я чувствую себя как дома. Я реально дома. Потому что такая организация, вы потом дальше увидите из моей презентации, она помогает создавать нечто совершенно невероятное. И, пожалуйста, следующий слайд. Как мы выяснили, деятельность, значит, творчество – это деятельность. Правильно? И в результате этой деятельности создаются материальные и духовные блага. А с какого слова произошло слово творчество? Хорошо, мы поняли, что это что-то, что мы делаем, да? Не просто мечтаем, не просто хотим, а мы делаем это. И в результате имеем что-то в руках. Написанный стих, написанный роман, написанная картина, созданная композиция музыкальная, получается, что если копнуть еще глубже происхождение слова творчества таково от глагола творить, а творить от прославянского держать. И если мы смотрим дальше греческий, сербохорватский, другие языки, мы видим, что это значит держать, делать, творить. Держать, я понимаю, в прямом смысле слова. Получается, что в связи с тем, что вы что-то делали, творческие, то есть духовные и материальные какие-то применяли способы, вы имеете в результате что-то конкретное. И вот это что-то конкретное можно держать в руках. Вы это сотворили. Получается, что творческие люди это творцы. От того, что вы можете сотворить, вот это уже зависит от вас. Что конкретно вы можете сотворить. И получается, что все вокруг нас это творчество каких-то людей. Кто-то сделал это до нас. Посмотрите сейчас вокруг себя. Вы видите какую-то картину. Кто-то написал ее ранее. Вы видите книгу. Кто-то создал ее ранее, написал, создал обложку, верстал и так далее. Вы видите красивую, интересную лампу. Торшер. Это было создано кем-то когда-то. Это результаты творчества. Нас окружают результаты творчества, которые можно подержать в руках, которые можно увидеть, которые можно услышать. То есть, как-то воспринимать органами чувств человека. И, пожалуйста, в следующий слайд. Я надеюсь, что все это понятно. Ребята, спрашивайте вопросы, если вдруг я спешу или вдруг что-то остается непонятым. Я хочу, чтобы мы сейчас... Нет, обратно, пожалуйста, на художника. Нет, нет, на художника, пожалуйста, только один слайд. Спасибо. Итак, мы поняли, что творчество – это процесс. Применение ваших духовных и материальных всевозможных усилий в результате которых получается какой-то результат. Получается, что художник рисовал-рисовал, рисовал-рисовал, рисовал-рисовал и вот он нарисовал картины. Получается, что это некий процесс. Вы начинаете, продолжаете, 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 столько-только нужно для достижения результата и завершаете. И вы имеете какой-то результат вашего творчества. Получается, что творчество это и то, что делается в процессе, и то, что уже сделано как результат, это результат творчества. Получается, творчество и процесс, и как результат того, что можно подержать в руках, чтобы уже сотворили. Это очень интересно. Следующий слайд, пожалуйста. Получается, что дальше? Например, у гончара он работал, работая с глиной, мял ее, мочил, крутил гончарный круг, и у него получилась ваза. У него есть результат приложения, его духовность, какие-то материальные действия. То есть он материю что-то с ней делал. Картина тоже получается из материи. Получается, человек с своими духовными какими-то желаниями, мечтами изменяет материю вокруг себя. Он берет что-то материальное, например, холст, кисти, краски, и изображает что-то, что есть у него в голове как образ этой картины, и он переносит ее на эту материю. То же самое с гончаром. У него есть какой-то образ вазы, и он берет эту материю в виде обычной глины. В данном случае просто какой-то кусок глины, просто ничего из себя не представляющий с точки зрения эстетики. И вдруг, если какое-то время в процессе приложения этих материальных усилий нужно помять глину, смочить ее, руки вниз-вверх опускать, давление регулировать. Как ты давишь на глину и в каком месте. И все это для того, чтобы создать результат. Эту вазу. И эта ваза была до этого только в голове данного конкретного гончара и никого-то другого. Она была в его духовной вселенной. И вот вылилось в материальный мир. Вот что творят творческие люди, переносят свой духовный мир на материальный мир. И то, насколько богат наш внутренний мир, настолько мы можем улучшить нас, окружающий материальный мир. Я так это вижу. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. И вот, например, такой пример, как Лев Солтой, писатель, тем очень хорошо известный, я думал. И обязательно его роман «Война и мир». Вы знаете, в Лондоне году в 2001-м я шла и увидела очень большой трехэтажный книжный магазин. Я подумала, вау, я обязательно зайду. Конечно же. Но прежде чем зайти, я привыкла, знаете, что в Европе всегда витрины магазинов заполнены чем-то. Там целые разворачиваются картины, там могут часики какие-то двигаться. Это целая даже профессия по оформлению витрин, да, есть в Европе и в Америке. Но на этой витрине не было ничего, кроме одной книги. И это был Лев Солстой. «Война и мир». Одна единственная книга стояла в витрине всего этого огромного магазина. Я тогда поняла, насколько эти люди преклоняются перед его талантом. И я со своей стороны подумала. Однако. Достаточно одной книги, но раз, чтобы понять всю литературу, возможно, это имели в виду. Ну что ж, и вот писатель, в данном случае Лев Солстой писал-писал, писал-писал что-то. И получилось у него великое произведение. А почему оно было произведено? А почему этот роман был написан? Как он был написан? Сначала, видимо, Лев Солстой его задумал своей вселенной, своей персональной личной вселенной. И потом на материю перенес свои мысли, весь сюжет, и получилась «Война и мир». И вот, например, Павел задает вопрос. А как приобщить к работе с материей, работу музыканта, писателя, 3D-аниматора, бизнес-тренера, что здесь нет материи? На самом деле, немножечко не соглашусь. С какой стороны? С одной стороны, материи нет в случае, например, музыки. Вроде как вы не создали сейчас что-то, состоящее из клеток. Но если вы создали что-то, что можно воспринимать органами чувств, то это считается чем-то материальным. Потому что, когда музыкант играет в ваше музыкальное произведение, он ударяет своими руками по клавишам. Клавиши создают вибрацию воздуха. Точнее, клавиша ударяет по струне, струна создает вибрацию. И эта вибрация в определенном диапазоне достигает по воздуху волной вашего уха. Точнее, не уха даже, а вот именно того молоточка, который в вашем ухе. И он чувствует этот самый звук. Получается, что музыка материальна. Когда ее исполняешь, она материальна. Понимаете? А если говорить про бизнес-тренера, то бизнес-тренер работает с человеком. Он изменяет человека. Потому что, например, я думала, какой смысл выступать, если я не хочу что-то людям донести и как-то на них повлиять. Я хочу сейчас на вас повлиять. Поэтому после моей презентации вы станете немножечко другими людьми. И я надеюсь, вы станете еще лучше. Это будет просто здорово. Ну что ж, если будут вопросы, пишите. Я с вами вас буду отвечать. Все, что можно воспринимать органами чувств, это творчество. Тем более, когда это, видите, новое что-то. То есть творчество просто. Если я делаю, например, 25 одинаковых стульев на заводе. Вот это вот как-то не творчество. А когда это стул вот такой, а потом раз такой, а потом вот такой. То есть это что-то штучное. Понимаете? Творчество товара штучный, индивидуальный, очень редкий. Война и мир единственное в своем роде. Соответственно, так мы можем еще отличить. А что для нас творческий именно продукт? Да? Хорошо. Следующий слайд, пожалуйста. Отлично. Следующий слайд. Спасибо. Вот как пример как раз-таки того вопроса, который задавался Павлом. Композитор писал, писал, думал, почитал в звуке. А как это будет вибрировать лучше, грубо говоря? И получилась прекрасная композиция, которую исполнил наш Димаш Кудайбергенов. Очень хороший привет. Шикарным диапазоном голоса, волшебным тембром голоса. И, безусловно, уже мировая звезда. Поэтому, как мы видим, два творческих человека, когда объединяются, еще лучше может получиться, чем когда это делает кто-то один. Но это сейчас вот я уже увидела, да? Хотя об этом не думала даже во время подготовки презентации. Спасибо. Следующий слайд. Ребята, прежде чем мы приступим к рассмотрению второго момента касательно творческих людей и деньги, да? Творчество мы оставляем и людей оставляем. Переходим больше к деньгам, чтобы потом их соединить вместе. Я хочу вас спросить. Пожалуйста, напишите в чат сейчас примеры как раз-таки каких-то творческих профессий. Например, творческая профессия, а через тире результат этой творческой профессии. Например, дизайнер сайта создал интереснейший сайт. Дизайнер сайта тире сайт или мультипликатор тире мультфильм. Режиссер тире художественный фильм или документальный фильм. Напишите хотя бы несколько творческих профессий и результат их труда. Что мы имеем в результате? Даже если это балерина, в итоге мы имеем танец. Так что таких профессий очень много на самом деле. И даже повар может быть творческой профессией. Посмотрите, какие сейчас есть роскошные тортики, например. Я иногда листая Инстаграм вдохновляюсь. Ну как девушки создают такую волшебную, суперэстетичную красоту? И, казалось бы, в продуктах питания. Ну как? Ну вот волшебно, совершенно. Вот, я вижу уже ваши ответы. Здорово. Например, поэт, стихотворение, искусловед. Ага, выставка. Ну нет, там искусловед работает с людьми. Это вдохновленные увиденным люди, скорее. Архитектор, знания, дизайнер, одежда, садовник, клумба. Да, точно. Про 7 минут тоже прочитала. Я ускоряюсь. Итак, ребята, спасибо. За то, что вы написали профессию творческую и результат из труда. Что ж такое деньги? Давайте посмотрим. Деньги – это товар. Казалось бы, как так? Ну да, это товар. Потому что мы им заменяем другие товары. Например, на руках 100 долларов. Я знаю. На 100 долларов я могу пообедать в хорошем ресторане. Купить, например, какую-то обувь. Да, можно купить хорошую обувь на эти деньги в настоящее время. И так далее, так далее, так далее. Поэтому получается, что деньги – это товар, который измеряет другие товары и услуги. И это одновременно еще и средства платежа. То есть, когда мы обмениваемся деньгами, мы просто-напросто знаем, что вот такую-то денежку я могу поменять на такое-то количество других товаров и услуг. Если раньше в древности люди менялись, например, один производил яйца, у него было много курочек. Другой производил баранинку, у него было много овечек. И они могли поменяться между собой. Одному нужно десяток есть, другому овечку на зиму или на неделю, на две, на два, на двусына. Вот они менялись этим. Третьим они менялись хлебом, четвертым еще чем-то. Но в какой-то момент, когда развивались путешествия, стало очень сложно, знаете, возить тоже барани, но у холодильников не было. Как бы. Давайте придумаем что-то, что заменит. Как-то это потом измерим другие товары и услуги вот именно одним чем-то. Начали появляться купюры, монетки. Вот вы видите здесь на экране. Следующий слайд, пожалуйста. Если понятно, что такое деньги, поставьте, пожалуйста, плюсики. Отлично, отлично. Спасибо за следующий слайд. И что ж, дальше я понимаю важным и вижу важным увидеть происхождение слова «деньги». Мы с вами прекрасно знаем, что у каждого слова есть происхождение. И когда смотришь вплоть до происхождения, до самой глубины, то ты понимаешь глубже само понятие, сам термин. И тогда само явление становится более понятным. В данном случае «деньги». Ну, как мы сами знаем, у нас есть валюта тенге. В принципе, именно от этого слова по большому счету и произошло слово «деньги». Тенге, саньга, санька и так далее. Это все деньги, 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 деньги. Тенге, тенге, монгольский, калмыцкий и прочие языки. То есть, по сути, из тюркских языков произошло слово «деньги». Вот все. Все очень просто. Тюркское происхождение. Но в то же время обратите внимание на слово «равновесие», которое здесь указано. Потому что вот эти 100 долларов я могу обменять вот на что-то вот это. Почему деньги стоят по-разному? Они равновесны чему-то другому, какому-то товару или услуге в какой-то мере. И вот почему теперь, следующий слайд, пожалуйста, дайте. Почему мы с вами соединяем деньги и творческих людей? Потому что деньги – это особый товар, получается, который отдают творческому человеку за результаты его трудов. Ваш труд измеряется деньгами, в частности, тоже. И, знаете, помните, как говорят, это бесценная картина, это бесценное создание, за какую сумму можно купить «Монолизу». Есть ли вообще такое количество денег, которое можно за эту картину взять? Я лично не знаю такой суммы. Просто она настолько ценна, что невозможно оценить ее. Вот это, пожалуй, единственный случай. В остальных случаях практически всегда можно оценить в деньгах. Почему? Просто для удобства. Да и «Монолизу» можно оценить в деньгах, конечно. Ну, это просто для удобства. Следующий слайд, пожалуйста. Получается, что когда вы создаете что-либо, вам также нужна материя, из которой вы будете это создавать. Получается, что это некий круговорот. Там, где творчество, там деньги. И вы можете это начать именно с книг. Потому что художнику, чтобы на чем-то писать, нужно к ней, нужно чем-то писать в этой книге. И нужно краски, чем писать. Поэтому без этого написать картины тоже невозможно. Поэтому вы видите, здесь нет никакой, как бы даже круг с одной стороны, какой-то круговорот, в котором деньги творчат очень сильно друг с другом, взаимосвязанность. Поэтому разделять эти понятия, я считаю, ну не то, что убейте, что мы на этом не будем писать с приводными словами, но это неверно, потому что гораздо более неразумно иметь и деньги, и при этом творить. Потому что если бы, например, у Рафаэля не было красок, то как бы он тогда рисовал? Никак. Помните, тогда в древние века, в средние века у многих живописцев, у скульпторов были покровители богатые. Кто-то отдавал свои деньги, потому что они не могли сотворить то, что мог сотворить, например, Рафаэль, Микеланджело, Туфиан и так далее. Они отдавали свои деньги, чтобы через это творить тоже, но руками кого-то другого. Это тоже окей, это тоже хорошо. Так вот деньги – это просто средство обмена. Вы что-то создали, или вам нужно что-то создать, и вы просто берете деньги и используете. Это что-то, чем меняются, а творчество – это результат того, что вы сотворили. Это разные вещи, но они так взаимосвязаны, как мы видим. И если я, например, гончар, мне нужна глина, чтобы сделать вазу. Если я писатель, мне нужен хороший ноутбук. Мне нужно место, где я покушаю, в конце концов. Мне нужно кушать, где-то жить и где-то спать, чтобы я вообще о творчестве могла думать. Получается, что наоборот, чем богаче творческие люди, чем больше их поддерживают в обществе, чем более они значимы, тем лучше будет наше будущее, потому что все вокруг нас сотворено кем-то. Вы хотите, чтобы было сотворенное вокруг вас? Представьте себе, вокруг вас, как во Флоренции, все здания – это шедевры, архитектуры. Вы заходите в галерею, и там картины. Дома висят картины, как и другие художники. Вы заходите в гости к друзьям, у них изящные вазы стоят в шкафах. Понимаете, это все вокруг создано творческими людьми. Творческих людей нужно поддерживать, тогда они сотворят прекрасный мир. И следующий слайд, пожалуйста. Поэтому, как выводы, ребята, выводы здесь. Видите, еще маленькая точечка в конце. Это я только-только-только начала об этом думать. Я ставила эту точку, чтобы вы сами могли подумать о том, а что дальше, да? И мы видим, что и деньги творчества неразделимы. И чем больше денег вкладывается в творчество, тем лучше. И чем больше школ искусств для детей, тем будет более красивый мир. Потому что дети – наша будущая цивилизация. Это они будут создавать дальше какие-то вещи вокруг нас, и вокруг себя, и вокруг следующих поколений. Этот материальный мир они творят из своего духовного. Что в вашем духовном мире, то снаружи и будет вокруг вас. Творческие люди – это надежда человечества. Творческие люди – это опора человечества. Творческие люди – это двигатель прогресса. И я за то, чтобы мы поддерживали творческих людей. И наше объединение, например, в виде творческой гильзы евразийской, это наше усиление. Потому что когда мы вместе, мы еще сильнее, чем в одиночку. Помните Димаша Кудайбергенова? Я показывала очень раньше слайд. Игоря Крутого. Как раз-таки мы вместе сильнее. Нас двое, потом трое, четверо, десять, сто, миллион. И тогда мир вокруг нас становится лучше. Разве будет кто-то воевать, когда он занят созданием прекрасного? Конечно, нет. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, вам понравилось. Если что, пишите вопросы, подключайтесь ко мне в соцсетях. Вот мой сотовый номер я оставила. В WhatsApp я доступна. Буду очень-очень рада любым вопросам, ответам и так далее. Всем желаю отличного дня. Хорошего нам продолжения встречи. И спасибо большое за ваше внимание. От души благодарю Евгения. Чудесное-чудесное выступление. И самое главное, оно дает каждому из нас крылья. И возможность взлетать. Действительно взлетать на новые высоты. Покорять новые горизонты и так далее. И объединение огромного количества ярких, интересных людей между собой. Спасибо большое. Благодарю от души. Прежде чем представить следующую нашу. Единственное, я один момент хочу сказать. О том, что вот эта лекция, мини-лекция. На самом деле я почувствовала, что это только маленькое начало. Что на самом деле я бы хотела целую серию лекций. И я готова высказать еще, если будет такая возможность. И эту тему можно развивать до очень сильных вещей. Потому что если говорить о деньгах, то, например, у меня были такие случаи, когда я зарабатывала десятки тысяч долларов и евро в месяц, будучи в бизнесе. И я могу делиться схемами, столько информации, что за 25 минут никак не уложить. Это был первый плац, самый минимум, только касательно терминов, только мы начали. Можно развить это бесконечно. Может быть, я об этом книгу напишу, что-то в этом роде. Вот, все, что я хотела сказать, успела. Спасибо. Огромное спасибо. Предоставим еще не одну возможность. Пообщаемся с Еленой. И, разумеется, будет огромное количество возможностей. Но, надеюсь, уже все-таки скоро это все произойдет в реале. Потому что уже не хочется все-таки виртуально. Хочется уже со всеми лично познакомиться. Прежде чем представить другую нашу девушку, позвольте прочесть свое стихотворение «Мысли о счастье». Оно как раз косвенным образом связано, действительно, с деньгами тоже. Как хорошо сидеть у океана и чувствовать его стальную мощь. И представлять на глобусе те страны, в которых день, когда в Майами ночь. Как там живут, как любят и как дружат. Им хорошо, а счастливы они. Ведь каждый индивидуум в мире нужен. И все всегда нуждаются в любви. Ты счастлив? Продолжай в таком же духе. Старайся миру счастье подарить. Ведь для того, чтобы стать успешным, нужно уметь теплом делиться и дарить. А коль несчастлив, срочно все меняем. И ищи место, то где не страдаем. Там, где душой отдыхаешь ты. Ведь если есть гармония с природой, с ментальностью, культурой и народом, Тогда тебе подвластны все мечты. Тебе Феррари, Ламбургини, Порше. И заверните ролсов мне побольше. А может тебе Майбек завернуть? Возможно, ходишь рюкзаком, гитарой. Готов всегда довольствоваться малым. Иди, и пусть счастливым будет путь. Пути Господни неисповедимы. Иные, пусть любой невредимы, в то время, как другим не повезло. Поэтому людей я призываю. Добра и мира каждому желаю. Живите мирно, горе с тем на зло. И будьте счастливы. Сейчас я представляю с огромным удовольствием Анастасию Ковалеву. Анастасия – это человек, который владеет языками, английским, немецким языком. У нее разные виды деятельности. Одна из них – это переводческие услуги, аренда автотранспорта с водителями. Человек учился в школе финансовой грамотности на базе академии ICN Holding. Огромное количество семинаров, тренингов и так далее, индивидуальных консультаций. То есть человек, который твердо стоит на ногах. Вдобавок к этому, наша Анастасия пишет стихи чудесные. Представляю с удовольствием Анастасию Ковалеву. Пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов и участников за эту возможность поделиться своими знаниями, своими размышлениями на тему творчества человека и деньги. Очень приятно было услышать Евгению. Мы действительно давно знакомы. Классная презентация, немножко теории, много интересной информации. Я надеюсь, что вам также будет интересно услышать мой доклад, мою мини-презентацию. Хочу попросить вас взять ручку, бумажку, потому что, возможно, вы захотите что-то записать. Итак, творческий человек и деньги. Что же лежит в основе этого словосочетания? Конфликт или гармония? Конечно, каждый определяет для себя сам. Творческие люди часто отличаются от предпринимателей и людей бизнеса складом ума и характером, мировоззрениями, устремлениями. Результаты исследования, которые проводили ученые из Гитингенского медицинского центра, показали, что особенности мозга мешают творческим людям зарабатывать большие деньги. Мозг творческих людей проявляет интерес только к самому процессу, не принимая во внимание материальное вознаграждение. Так это или нет, опять-таки, каждый для себя сам решает. Нам с Женей повезло. Бог нас щедро одарил и талантом, и способностью строить бизнес. Поэтому я думаю, что среди наших участников конференции есть люди, которые смогут также из своего творческого любимого дела создать какой-то бизнес, зарабатывать хорошие деньги. Я надеюсь, что мой мастер-класс сейчас небольшой и сможем вам в этом помочь. Можно ли вывести слайды на экран, пожалуйста? Ну, пока девушки выводят слайд, я продолжу, чтобы не занимать ваше время. Можно ли уточнить, какие слайды нужно вывести, что, что? Так, вам должны были передать презентацию со слайдами. Елена Безрукова не отправляла. Если вы не против, скиньте, пожалуйста, в чат. Я сейчас номер оставлю, на который скинуть. Так, с компьютера я могу скинуть. Через веб-вотсап. Вы можете у себя запустить, в этом нет никаких проблем. То есть вы сами можете через демонстрацию экрана это сделать? Так, демонстрация экрана, дадите мне разрешение, да? Да. Готово, вы можете запускать? Так, сейчас, секундочку. Видно, да? Да, все супер. Вот, отлично, спасибо большое. Итак, продолжим. В связи с этим исследованием можно сделать вывод, что для многих людей творческих профессий вопрос денег встает особенно острым. И мы все живем в мире финансов, где действуют свои правила и законы. И, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. В мире финансов есть свои правила и законы. Они одинаково действуют как для творческих людей, так и для людей бизнеса и для людей других профессий. И я хочу вам в качестве примера привести несколько законов денег. Первый закон – деньги есть всегда. И если у вас нет в данный момент денег, это значит, что нужно что-то поменять в своей жизни. Возможно, это место работы, возможно, профессию, возможно, сферу деятельности, может быть, свое отношение к деньгам, свое отношение к себе. И как только вы начнете принимать верные решения и принимать изменения в своей жизни, ваше финансовое положение будет меняться. Все, что я сегодня буду говорить, я бы хотела отметить, это все основано на моем личном опыте и знаниях, которые я применял в течение 20 лет. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы отнеслись к ним с доверием. Деньги – это энергия. Для энергии нужна свободная циркуляция. Она не терпит застоя, она не терпит неуважительного отношения, нарушения баланса. И на этом уровне подобное притягивает подобное. Поэтому, если вы думаете, что нужно экономить, то у вас обязательно появится необходимость экономить. Если вы думаете, что у вас нет денег, и говорите все время, нет денег, то их тоже не будет. Можно сказать, что сейчас деньги недоступны, но они есть всегда и вот-вот появятся. В связи с этим нужно учиться следить за своими словами и мыслями, потому что они определяют нашу реальность. Если разбрасываться деньгами, их не будет. Если их чрезмерно экономить, их тоже не будет. Если придавать чрезмерную значимость деньгам, это нарушает законы баланса. Если говорить, что деньги – это зло, это также нарушит баланс в ваших взаимоотношениях с деньгами. Деньги – это средства, а не цель. Чаще всего деньги нам даются на определенную цель. Поэтому нужно четко понимать, что вы хотите. Четко формулировать для себя свои финансовые цели и задачи. И тогда на них будут приходить деньги. Деньги из карманов незнающих переходят в карманы знающих. Здесь имеется в виду повышение своей финансовой грамотности для эффективного управления собственным бюджетом. Деньги любят счет. Хорошо известное расхожее выражение. Это касается распределения своего бюджета. Личного, семейного, корпоративного в том числе. Нельзя брать и давать деньги в долг. Если у вас возникли проблемы с деньгами, и вы решаете их за чужой счет, то вы перекладываете проблему на плечи вашего благодетеля. То же самое происходит, когда вы даете деньги в долг. Если к вам приходит друг и просит деньги ему занять, и вы не хотите отказывать, то лучшим решением будет дать в виде благотворительности столько, сколько вы можете себе позволить, столько, сколько вам не жалко. При этом не создастся вот этот отрицательный потенциал между вами, который будет влиять на ваш денежный поток. Нехватка денег – это знак о том, что есть какая-то причина, которая к этому привела. И если вы не устраните эту причину, то проблема решена не будет за счет долгов. Она только усугубит эту проблему. Долги блокируют финансовые потоки для обеих сторон из-за напряжения, которое возникает между должником и одалживающим. И очень часто отношения портятся именно из-за долгов. Более подробно изучить законы денег вы можете самостоятельно. В интернете в свободном доступе можно найти от 10 до 40 видов разных законов денег и множество рекомендаций по их применению. Поэтому мы не будем более задерживаться на этой теме. Пойдем дальше. Как предприниматель, как творческий человек, я абсолютно убеждена, что у каждого из нас есть равные возможности, равные ресурсы для решения наших индивидуальных задач и целей, связанных с финансами. И у каждого человека свое количество умлей в этом отношении. Но принципы работают одни и те же. И существуют правила финансового планирования, управления своим бюджетом. Они универсальны как для домохозяйки, так и для руководителя корпораций, точно так же для творческих людей. Даже базовые знания в этой сфере, они помогут каждому решать свои финансовые цели и задачи эффективно и с минимальными рисками. Знание устраняет двух врагов благосостояния. Риск и страх. То, что творческие люди не могут быть богатыми и успешными, это, конечно же, предрассудки, либо оправдание собственной лени или нежелание учиться и меняться. Да, нам, художникам, поэтам, писателям, музыкантам, хочется предаваться искусству, растворяясь в нем без остатка, забывая о времени и пространстве. И бытовые вопросы часто отвлекают, как нам кажется, от более важных дел, от полета на крыльях вдохновения. Но мы, как и все, живем в материальном мире, где нужно решать наши задачи, нам необходимы средства для удовлетворения базовых потребностей, для поддержания семьи, детей, на приобретение материалов, также для творчества, на обучение и так далее. Именно поэтому об этом нужно думать и действовать в этом направлении. Все в наших руках. Если ваши творческие проекты не приносят дохода, тогда, как вариант, можно зарабатывать в другой сфере, чтобы иметь достаточно денег для того, чтобы заниматься своим любимым делом. Многие так делают. Можно пройти обучение у специалистов тому, как построить бизнес, используя ваши любимые занятия. Конечно, для этого нужны качества предпринимателя, они обычно рожденные качества. Но можно попытаться. Вдруг эти качества есть у вас, а вы их не догадывались. Таким образом, соединив воедино ваши таланты и профессию, вы сможете достичь и творческой реализации, и удовольствия от процесса, и признания, и финансовой стабильности. Если что-то не выходит, то не нужно опускать руки, нужно продолжать поиск. И это прежде всего поиск себя. Жизнь многомерна и многовариантна. Главное понимать, чего ты хочешь, и двигаться к поставленной цели. Это уже тема целеполагания. Здесь без самообразования тоже не обойтись. И сегодня доступно великое множество материалов, мастер-классов, тренингов, видео-лекций, статей, книг. Они бесплатные, бывают платные, рассчитаны на любой уровень подготовки. Сейчас я хочу вам сделать такой маленький подарок. Это небольшой ликбез по финансовой грамотности из моего тренинга о деньгах легко и просто. Итак, существует четыре уровня финансового состояния. Уровень финансовых проблем. Когда мы тратим больше, чем зарабатываем, и занимаем деньги в долг. Уровень финансового равновесия. Сколько заработали, все потратили. Третий уровень финансовый, независимости, когда наш доход превышает расход, и мы создаем резервный капитал, непрекосновенный запас. И сумма этого капитала должна составлять шестикратный месячный доход каждого отдельного человека, смотря кто сколько зарабатывает. Уровень финансовой состоятельности. Вы имеете резервный капитал, и у вас есть пассивный доход, инвестиции. Я хочу вас попросить записать эти уровни и определить, на каком из этих уровней вы находитесь. Можете написать в чате, если хотите поделиться. И на какой вы хотите перейти. И что вам для этого нужно сделать. Какие шаги предпринять. А для этого нужно не так уж много на самом деле. Нужно самое главное принять решение, поставить цель и действовать. Здесь вам также помогут основные правила управления своим бюджетом. Я бы рекомендовал их тоже записать или сфотографировать с экрана. Первое правило это экономия. Но нужно понимать, что нельзя экономить на своем здоровье, на отдыхе. Но можно экономить за счет устранения вредных привычек. Например, лишних трат. Если не брать деньги в долг под проценты. А с экономией собрать денег, накопить и что-то приобрести, что вам необходимо. Следующее правило это распределение доходов. Накопление, инвестирование, планирование семейного бюджета. Мы поговорили с вами о материальных законах в мире финансов. Есть еще и духовная составляющая. Деньги это как латмусовая бумажка. Это сигнал. Если денег не хватает, как мы с вами уже говорили, значит что-то пошло не так. В вашем отношении к деньгам, к себе, к миру. Здесь также играет роль ваше отношение к работе, к родителям, к супругам. Это очень многогранные, многомерные вопросы и тема, которые требуют много внимания и заинтересованности в том, чтобы достичь успеха. Ваши морально-этические принципы и устои тоже определяют финансовые успехи или поражения. Решение финансовых проблем и задач это очень глубокое, очень важное, при том очень увлекательная работа. И прежде всего это работа над собой. Как только вы начнете находить и убирать подводные камни из вашего сознания или подсознания и своей жизни в целом. А что это такое? Какие подводные камни могут быть, которые мешают финансовому потоку? Это токсичные люди, это нелюбимая работа, это конфликты в семье и так далее. Как только вы сможете убрать эти финансовые камни, вы сможете увидеть изменения сразу. Потому что воистину Вселенная, она очень изобильна и благосклонна. Когда вы идете своим путем, своей дорогой, выполняете свое предназначение, у вас нет финансовых проблем. Если они появляются, то они решаются очень быстро и легко. Финансовые проблемы это подсказка, это способ показать вам, что вы сбились с пути, что нужно что-то поменять в жизни. И вместо вас никто никогда этого не делает. Поэтому выбор всегда за вами. Конечно, одна лекция не даст ответы на все ваши вопросы. Она может просто стать указателем, в каком направлении лучше двигаться. Правильное телеполагание, управление временем, самопознание, личностное развитие будут верными спутниками на пути к успеху и процветанию. Я убеждена, что Господь даровал таланты нам с вами не для того, чтобы мы жили в нужде. Он дал нам всем достаточно ресурсов и возможностей. Остальное зависит только от нас. И еще одна находка для меня, которой хочется поделиться, это жизнь как творчество. Если вы примените эту концепцию к нашей теме, то это будет отношение с деньгами как творчество. Посмотрите, чем вы располагаете, чего не хватает, и начните творить свое благосостояние с чистого листа, с радостью, с доверием, и успех вам будет гарантирован. В связи с этим я хочу напоследок подарить вам свои личные формулы успеха, которые работают во всех сферах жизни, не только в творчестве. И они в некотором смысле резюмируют то, о чем мы сегодня поговорили. Итак, формула номер один. Талант плюс мечта равно предназначение. Если вы соедините свои таланты с мечтой, поймете, чего вы хотите больше всего на свете и будете двигаться в этом направлении, то вы будете исполнять свое предназначение. А когда вы исполняете свое предназначение, у вас есть и достаточно денег, и признание, и успех, и удовлетворение результатом, и удовольствие от самого процесса. Вторая формула творчество плюс доверие умноженное на радость равно успех. Это о том, что к жизни нужно относиться как к творчеству, решать свои задачи творчеству. Нужно доверять высшим силам в том, что происходит с вами. Вы знаете, чего вы хотите, но вы понимаете, каким бы ни был результат, это самый лучший результат для вас здесь и сейчас. И если это все делать с радостью на высоких вибрациях, то жизнь будет приносить вам счастье, радость каждое мгновение, и гарантирован будет успех во всех ваших начинаниях. На этом слайде вы можете увидеть список рекомендуемой литературы. Все эти книги я имела счастье прочитать, помимо прочих, и я их рекомендую всем своим ученикам, знакомым, друзьям, как очень эффективные, понятные, доступные, на простом языке, написанные для любого возраста, подходят для детей, для взрослых. Я надеюсь, что они будут вам тоже полезны и интересны. Я, друзья, благодарю вас за внимание. Если у вас будут вопросы, я с радостью на них отвечу сейчас, или потом в личном общении. Я думаю, у организаторов можно взять мои контакты. Благодарю от души Анастасия. Огромное-огромное спасибо за интереснейшую лекцию, ну и, соответственно, список литературы. Для кого-то это новое, для кто-то это уже прочел, но в действительности это очень-очень интересно и полезно. Пожалуйста, друзья, задавайте вопросы. Можно вопросы задавать в личку, можно вопросы задавать разные варианты. Пожалуйста, задавайте вопросы, пишите, звоните с огромным удовольствием. Пожалуйста, Милена, ваше слово вам. Всем спасибо за выступление, были очень интересные выступления. Спасибо нашим экспертом, даже записала эти формулы успеха, очень интересно. Если кто-нибудь хочет выступить, то пишите, не стесняйтесь, в рамках открытого микрофона вы сможете выступить в течение пяти минут. У нас осталось еще время, Татьяна? У нас остается еще совсем немножко времени, и я бы хотела его использовать для того, чтобы обсудить такой вопрос. у нас действительно получилась очень хорошая беседа, очень сильная, и было приятно видеть, что вы все вовлечены, и вам это полезно. То есть наша задача сделать так, чтобы было полезно, чтобы это было ценно. Это вообще задача гильдии. То есть мы собираемся вместе не только для того, чтобы нам было хорошо или удобно общаться. Все-таки наша задача, она дать максимальную пользу от общения с нами, от взаимодействия друг с другом, всем творческим людям, которых мы стараемся объединять. Потому что вообще сама гильдия она себя позиционирует именно как нетворкинговая площадка, поэтому чем полезнее вам, тем счастливее мы. Это как раз и про энергию, и про скажем так, про все потоки на свете, которые мы сегодня обсуждали. И вот для того, чтобы мы с вами могли дальше взаимодействовать, я в чате оставила электронный адрес, по которому можно обратиться к экспертному совету по бизнес-тренерству, поскольку я понимаю, что, наверное, возникли какие-то вопросы, которые, может быть, не сразу хочется задавать в чат. Может быть, вопросы возникнут немного позже, когда вы обдумаете какие-то моменты. Может быть, достаточно личные, и вам не хочется их задавать, например, природно. Для этого у нас существует прекраснейшая почта экспертных советов. экспертсобачка осеймагазин.ком. На эту почту вы можете отправлять свои обращения для совета по бизнес-тренерству, например, написать письмо, мы хотим проконсультироваться, я хочу проконсультироваться у бизнес-тренеров по какому-то вопросу, связанному с вашими творческими проектами, связанному с вашим личным самоопределением творческим, с тем путем, которым вы проходите. И вы всегда можете к нам обращаться в чате, я электронную почту оставила. Таким же образом вы можете обращаться и к другим экспертным советам по профилю вашей деятельности, например, поэтому обращаться к экспертному совету по поэзии, писателям, к экспертному совету по художественной литературе, у нас есть экспертные советы по киноиндустрии, по изобразительному искусству, по переводам, то есть вопросов, которые мы можем с вами на самом деле вместе порешать, их достаточно много. Поэтому я, честно говоря, буду очень рада, если для нас, для всех вот это взаимодействие, оно будет налажено, поэтому не стесняйтесь обращаться, мы постараемся обрабатывать вообще все входящие заявки и по максимуму стараться вам давать ответы на возникающие вопросы. К сожалению, я не вижу, подключился ли Марат Исмаилович, увы. Видимо, какие-то проблемы с интернетом. У нас, к сожалению, часть коллект не смогла действительно подключиться по разным причинам. У кого-то соединение из Крыма запрещено, у кого-то интернет слабовато грузит. По-разному. В общем, мы с вами, мы с вами так. Мы с вами сейчас обсудили, насколько я понимаю, основную программу, поэтому, если вопросов на данный момент нет, и если вы пока не готовы поделиться, да, вот я вижу вопрос, будет ли запись. Запись, да, запись будет обязательно. Запись доступна уже сейчас на странице нашей, на Facebook, на наших страницах вообще, в принципе, у нас проходила прямая трансляция, и вы можете ее посмотреть. Также будет готова запись на YouTube, мы ее выложим обязательно, разместим на нашем сайте, и дадим ссылочку в соцсетях. Поэтому, да, запись обязательно, как обычно, это бывает, мы ее везде разместим. И если на данный момент, да, большое спасибо, Милена, если на данный момент вопросов нет, то я бы хотела передать слово для завершения, для подведения итогов, для торжественного закрытия нашей сегодняшней встречи обратно к Геннадию. Геннадий, пожалуйста. Дорогие друзья, всем огромное-огромное спасибо, мы очень рады, что встреча вам понравилась, потому что действительно очень полезные, то есть не просто милые девушки, а девушки, которые знают толк действительно в глобальных, глобальных проектах. То есть одно дело, когда человек, который, ну вот наши новые, будем так говорить, как Андрей Ковалев называет их, инфо-цыгане, а тут люди, которые действительно знают, о чём они говорят, говорят действительно правильно, чудесно и собственного опыта, потому что самое лучшее это именно свой опыт, опыт людей и так далее, то мы просто не повторяли ошибки и шли действительно по тому пути, который уже, что называется, протоктом. Всем огромного-огромного успеха, любви, радости, света, здоровья и до встречи в новых наших путешествиях и приключениях. Всего самого-самого доброго, удачи и здоровья. Хорошего вечера. Спасибо. Тогда потихоньку будем завершаться, да, Татьяна? Да, да. Всем хорошего хороших выходных, всем здоровья, всем до свидания.